Цели и задачи этой встречи четко не определяли и не регламентировали. Точек соприкосновения в партнерстве очень много, а потому повестка дня в ходе разговора определилась точно и быстро. Анализ сотрудничества и установка дальнейшего вектора взаимодействия. Попротивами Белорусский Брест и Российский Ижевск стали в конце 2016 года. За два с половиной года проведено 10 деловых визитов. Внешний торговый оборот между городами за последнее время значительно вырос. В области экономики для нашей страны результат такого сотрудничества – это в основном экспорт газовых плит и молочной продукции. Несмотря на географическую, относительно, конечно, удаленность Ижевска и вообще Удмуртия от города Бреста, у нас хорошая динамика отношений во всех сферах. Это касается социальной сферы, это касается, прежде всего, школьного обмена. И самое главное, что это коснулось экономики. Реально, товары из Бреста пошли на Удмуртский рынок. Рынок очень интересный, с учетом специфики тех оборонных предприятий, которые есть в Удмуртии. Там достаточно высокий уровень жизни сейчас. И я уверен, что вот этот визит делегации будет способствовать тому, что эта динамика сохранится. Товарооборот за эти два с небольшим года увеличился вдвое. И важны даже не эти цифры. Важен тот взаимный интерес, который проявляет бизнес Удмуртской республики, Ижевска и бизнесмены Бреста, ну и Белоруссии в целом. Дружить можно годами, но экономика – именно та сфера, которая способна поддерживать дружественную связь десятилетиями. Конечно, экономический сегмент – основа всему. Но это далеко не единственная область, где отношения партнеров окрепли. К примеру, тема патриотического воспитания молодежи. В истории Бреста немало страниц, связывающих два братских народа. В том числе события начала войны – Брестская крепость. Здесь в июне 41-го плечом к плечу стояли насмерть белорусы и россияне. Это главная причина того, почему ежегодно на Брестскую землю приезжают ижевские школьники и представители кадетского республиканского корпуса. В период из 2016 года осуществлено 8 поездок. В конце мая этого года Брест снова будет встречать юных военных. Мы были на Дне памяти и скорби 21-22 июня здесь. Конечно, впечатление было для детей просто оглушительным. Они настолько все были в восторге, настолько им... Во-первых, мы нашли памятник Брестской крепости, в которой погиб наш ижевский гражданин, защищая родину, Советский Союз. Поэтому, знаете, это как-то все настолько связано исторически, что сам Бог велел заниматься этими движениями. Конечно же, молодое поколение должно все это знать. Нам нравится, как у вас развивается кадетское движение. Конечно, Брест для каждого человека, для каждого гражданина России – это святое место. И стремление наших пацанов приезжать сюда, оно очень велико. Те миссии, которые кадетские группы, которые сюда приезжают, этих парней надо видеть, у них присядет глаза. Это память на всю жизнь. Такие поездки всегда откликаются в сердцах брестских школьников, и ребята наносят ответные визиты. Вообще, сотрудничество с Ижевском – это всегда работа по существу. Предметно, взаимно и с большой перспективой. Где нет общих фраз и расплывчатых бизнес-идей. К примеру, еще один результат встречи. У гостей есть идея создания совместного белорусско-российского завода по производству уникальных стоматологических инъекторов для их экспансии в Европу. Инвест. Площадкой будет Брест. Это совершенно уникальный шприц. Он защищает и медперсонал, и пациентов от заражения такими страшными заболеваниями, как ВИЧ-инфекция, гепатит. И вот этот шприц мы в четвертом квартале этого года мы начинаем поставлять в Европу. Но из Ижевска везти в Европу с точки зрения логистики и экономики не очень выгодно. И когда нам поступило предложение приехать в Беларусь, конкретно в город Брест, он наш побратим, и посмотреть с точки зрения здесь постройки завода, совместного завода с белорусскими партнерами. Пока разговор ведется о поиске инвестора, конечно, обсуждать детали в рамках двустороннего сотрудничества специалисты будут кулуарно. Еще есть много так называемых невспаханных зон инвестиций, определить которые обязательно поможет механизм форума деловых контактов Брест-2019. Я думаю, что по итогам выставки Содружества, по итогам этой встречи, можно будет говорить о каких-то реальных шагах. Что самое важное, эти партнеры из Удмуртии, имея свое производство, имея свой бизнес, понимают географию города Бреста как плечо выхода на европейский рынок и достаточно с высокой долей вероятности потенциальной они будут резидентами свободной экономической зоны или создадут совместные предприятия здесь у нас в городе Брест. Виктория Нечаева, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания Бук-ТВ.